Пиля, накушай. Ты сытый. Давай. Пиля сытый, но донскую рыбку готов смаковать хоть весь день. Утки, куры и гуси птичьего двора поначалу боялись грозного на вид недомашнего пернатого. Но их корма он не ест, никого не трогает и теперь к замечательному соседу залетает в гости даже павлин. В трогательный зоопарк Пиля попал случайно на дороге под поселком российским Оксайского района. Его подобрал местный житель. Птица летать не умеет, ручная. Видно то, что она жила где-то дома. Поэтому он попытался выпустить его на природу. Птица не улетала, была голодная. Он накормил ее. Обратился в Министерство природоохраны. А Минприроды по цепочке в трогательный зоопарк. Сотрудники молодого пеликана приютили, привили, взяли все необходимые анализы и теперь готовят документы на разрешение его содержать, ведь птица непростая, краснокнижная. Кудрявый пеликан под угрозой исчезновения занесен в Красную книгу России и Международный союз охраны природы. В Ростовской области кудрявые гнездятся в районе озера Маныч-Гудила. Разрешительных документов в Ростовской области на содержание таких птиц ни у кого нет. Поэтому никто не знает, откуда она и кто был ее прежним владельцем. Условия у нас в зоопарке, они не позволяют держать такую птицу, но временно для того, чтобы сделать ей документы, мы готовы ее принять. За два месяца трогательный должен найти для пили новый дом. Ростовский зоопарк принять Пернатова пока не готов. Документы делать дорого, а с ними, возможно, и возьмет. А может, необычной птицей заинтересуется частное лицо. Это не первый случай выхаживания в трогательном зоопарке диковинных животных. За пять лет сотрудники спасли леся, цурка, филина, овец, кошек и летучих мышей. Анастасия Натальич, Юлия Сурикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону.